Динозавры захватили наше воображение с тех самых пор, как их останки были впервые обнаружены и идентифицированы еще в 1841 году. А ученые потратили последние 200 лет, пытаясь в полной мере понять этих существ, которые когда-то главенствовали на Земле. Но похоже, что новые открытия меняют мнение о динозаврах каждые 10 лет, и мир вынужден снова изменить наши идеи, связанные с динозаврами. Несмотря на эти новые открытия, существует много мифов о динозаврах, которые продолжают бродить вокруг нас. И пришло то самое время для того, чтобы эти мифы и заблуждения исчезли раз и навсегда. Тираннозавр считается воплощением свирепости и мощи динозавров, и в то же время часто становится предметом для шуток из-за его маленьких передних лап, которые люди всегда считали слабыми. Но согласно научным исследованиям, несмотря на то, что передние лапы тираннозавра были размером сопоставимым с длиной ног взрослого высокого мужчины, они были очень сильны. Массивный каракойт или вороновидная кость дает возможность предположить, что передние лапы тираннозавра давали ему возможность с легкостью поднимать вес в десятки килограмм. А довольно прочные кости, которые, по мнению Стивена Стэнли, могли бы выдержать силу резкого удара по противнику, говорят то, что лапки тираннозавра были далеко не слабыми. Что уж говорить о их якобы рудиментарности. Многие люди используют общий термин «динозавр», чтобы описать всех и каждого из тех существ, которые обитали в эру динозавров, длящуюся от Риасового до Мелового периода. Но на самом деле термин «динозавр» применим только к определенной группе существ, которые жили в это время. Тиродаксили, и мы вернемся к этим парням чуть позже, не относятся к тому же роду, что и динозавры, точно так же, как и плезиозавры. Этот термин также не относится к млекопитающим и рыбой той эпохи. Не правда ли было бы необычно, если бы и современные животные ходили волоча свои хвосты по земле? Почему же так должны были делать динозавры? И тем не менее, неверное представление о том, что динозавры такие же, как и сегодняшние ящерицы, распространяется и на эту привычку. И если они появляются где-нибудь в поп-культуре, их часто изображают волочащими хвост по земле. Но откуда ученым стало известно, что динозавры не волочили хвосты? Дело в том, что во время раскопок палеонтологи не нашли следов хвостов там, где были обнаружены тысячи следов лап динозавров. Хотя следы, оставленные хвостами, было бы очень трудно не заметить. Восприятие динозавров исключительно как гигантских ящериц привело к ошибочному представлению о том, что они были плохими родителями, такими как игуаны, которые просто откладывают яйца, а затем оставляют их, чтобы спасти собственную шкуру. Но есть новые данные, свидетельствующие о том, что многие виды динозавров заботились о своих малышах после того, как те вылупились. О чем говорят окаменелые останки взрослого филидрозавра, окруженного шестью малышами? Эти полуводные динозавры обитали во время мелового периода и до сих пор это самое старое подтверждение того, что у рептилии заботились о своем потомстве. Другие ископаемые свидетельства говорят о том, что у небольших динозавров, похожих на ящерицу, называемых пеликозавр, было что-то наподобие детского сада, так как несколько маленьких особей были найдены за пределами гнездовой зоны с одним взрослым динозавром. Учитывая, какими редкими являются подобные открытия, сложно сказать, насколько распространенной среди динозавров была практика помощи малышам после их рождения. Но вполне возможно, что среди этих доисторических существ такое встречалось намного чаще, чем среди современных рептилий, поскольку только 5% существующих сегодня видов рептилий заботятся о своем потомстве. Поскольку динозавры главенствовали на Земле в течение миллионов лет до появления человека, обычно считается, что они были первыми и единственными рептилиями, которые царствовали на Земле. Многим людям даже трудно представить себе время до появления ужасных ящеров. Но ученым удалось обнаружить останки группы существ, которые предшествовали динозаврам на миллионы из Университета Бристоля, они стали венцом эволюции сухопутных позвоночных до появления динозавров. Реозавры бродили по Земле в течение примерно 10 миллионов лет, около 252 миллионов лет назад, пока в результате массового вымирания не исчезло 90% этих существ, что открыло двери для динозавров. Всякий раз, когда в кино могучие динозавры топают по болотам и джунглям, куча млекопитающих в ужасе разбегается и прячется от страшных ящеров. Естественно, небольшие размеры пушистых существ делают их легкой добычей для разгневанного дина. Но, несмотря на то, что вы видите на экране и наше современное восприятие гигантских и страшных динозавров, многие из этих существ были на самом деле предметом охоты для млекопитающих и других, не динозавров. Таких, как кошмарный Розанан Друнгуби Соколави, родственник крокодила, который истреблял динозавров как группу. Млекопитающие, с другой стороны, пользовались своими небольшими размерами как преимуществом перед динозаврами, проскальзывая в их гнезда и пожирая малышей, которые еще не вылупились, как это делают, например, крысы в отношении некоторых сверххищников. Фактически, некоторые ученые предположили, что млекопитающие и поедающие яйца динозавров могли привести к гибели последних. Птеродаксили являются главным элементом легенды про динозавров, и они появляются практически во всех фильмах и телешоу, в которых представлены динозавры. Но эти крылатые рептилии не только не совсем динозавры, но и более того, птеродаксиль в том виде, в котором мы его знаем, никогда не существовал. Настоящий птеродактиль представлял собой маленькую летучую рептилию юрского периода. Размах его крыльев составлял чуть более одного метра, у рептилий были маленькие зубы на челюсти впереди вместо клюва, а на голове не было гребня. То, что большинство людей называют птеродактилем, было на самом деле птеранодоном, животным мелового периода с размахом крыльев 7 метров, клювом и гребнем на затылке. Но, по крайней мере, птеродактиль существовал в действительности, в отличие от археораптора, который был одним из самых больших ископаемых мистификаций всех времен и подмощил репутацию National Geographic. Археораптор – это находка, с которой впервые начались дебаты о пернатых динозаврах, но на самом деле это была не одна находка, потому что ископаемое было собрано из нескольких от трех до пяти разных найденных экземпляров. Первые окаменелости были обнаружены фермером, но вместо того, чтобы продать свою находку, он решил собрать несколько окаменелостей в один цельный образец. Затем составленная из нескольких частей окаменелость была контрабандой везена в США и куплена коллекционером-любителем ископаемых окаменелостей по имени Стивен Чаркес за 80 тысяч долларов. Чаркес считал, что он обладает чем-то особенным, поэтому пригласил нескольких экспертов, чтобы взглянуть на это, а затем, возможно, опубликовать находку в Nature или Nature Geographic. Но один из экспертов Фил Керри быстро определил, что хвост и ноги не соответствуют остальным частям тела. Коллекционер каким-то образом заставил Керри молчать о своих выводах, и другой эксперт подготовил документ для Nature, который был отклонен, поскольку времени для экспертной оценки было недостаточно. Документ был отправлен в Science, где он также был отклонен, поскольку экземпляр был незаконно импортирован и, очевидно, доработан. Почему-то информация об этих отказах не попала в National Geographic, где решили обнародовать находку и написать о ней, предполагая, что открытие в конечном итоге будет опубликовано в научной литературе. Только через два месяца один из экспертов в команде выступил с окончательным доказательством того, что окаменелость была подделкой. До сих пор эта история остается самой неловкой, связанной с мошенничеством в палеонтологии. Чтобы кратко ответить на вопрос о том, что заставило динозавров исчезнуть, некоторые ученые решили сосредоточиться на идее, что они вымерли. Потому что, в отличие от млекопитающих, не смогли успешно эволюционировать и выжить в суровых климатических условиях, возникших после падения астероида. Тем не менее, эта теория была практически разрушена, учитывая тот факт, что в одно время существовали как млекопитающие, так и динозавры. И многие динозавры эволюционировали, чтобы выжить в то время, как многие млекопитающих, о которых вы, вероятно, даже не слышали, например, триконодонтиды, спалакотеруиды, дриолистиды и мультиберкулаты вымерли. Сегодня вы, возможно, не видите толпы гигантских ящероподобных существ, разгуливающих по планете. Но есть много птиц, в три раза больше, чем млекопитающих, чтобы быть более точным, которые являются потомками динозавров. Более того, даже если динозавры полностью вымерли, это не означает, что они вообще не развивались. Фактически, динозавры были доминирующей формой жизни на суше в течение 135 миллионов лет, что в два раза больше, чем время, когда главенствовали млекопитающие. Причина, по которой они были настолько успешными, заключается именно в том, что они развивались. От существ размером с голубя до 70 тонн травоядных животных, которые остаются самыми крупными животными, когда-либо бродившими по суше. Динозавры заполняли каждую нишу и процветали на каждом континенте. Их видов было так много, что ученые открывают новые виды каждые две недели. Суть в том, что динозавры были мастерами в эволюционировании, и то, что они умирали в больших количествах, чем млекопитающие, не означает, что причина кроется в неумении приспособиться. Много чего произошло в конце мелового периода, и ученые до сих пор не полностью понимают все факторы, которые привели к исчезновению динозавров, а их исследования в этой области частично затруднены, учитывая, что большинство окаменелости динозавров найдены в Северной Америке, где их вымирание, вероятно, происходило гораздо быстрее и драматичнее, чем в других районах Земли, потому что именно туда упал знаменитый астероид. Есть группа динозавров, которых все время смешивают в кучу и используют во всех темах, связанных с динозаврами в нашей поп-культуре. Это в частности Тираннозавр, Стегозавр, Птерозавр, Бронтозавр, Трицератопс и Апатозавр. Эта смесь выглядит вполне нормально для тех, кто вырос, смотря фильмы и телешоу про динозавров, но объединение этих существ вместе – чистая фантастика, потому что они не существовали одновременно, а некоторые из них даже технически не динозавры. Тираннозавр и Трицератопс жили в меловой период, в то время как Апатозавр, Аллозавр и Стегозавр жили за миллионы лет до Тираннозавра. Птеродактилы также жили до него, хотя, как я упоминал ранее, их даже не классифицируют как динозавров. Мезозойская эра динозавров охватывает Триасовы, Юрски и Меловой периоды, и тот факт, что большинство видов динозавров не пережило всех трюх, не должно вызывать шока. Триасовый период начался сразу после массового вымирания живых существ, в результате которого исчезло более 65% всех наземных животных и 95% всех морских обитателей, поэтому существа, которые жили в тот период, были лишь выжившими после всеобщего вымирания. Затем произошло менее массовое вымирание, которое разделило Триасовы и Юрские периоды, поэтому множество существ из предшествующей эры так и не попали в следующую. Только в Меловом периоде разнообразие динозавров достигло своего пика, поэтому многие из самых известных и любимых динозавров, такие как Тираннозавр и Тритератопс, являются выходцами из этой эпохи. Оказывается, информационное пространство наполнено нескончаемым потоком недостоверной информации, которая оставляет заметный след в нашей с вами жизни. Вот так и с палеонтологией. Казалось бы, мифы развенчаны, всему есть доказательства, но нет. Одна только теория способна унести за собой десятки мифов, из которых хотя бы парочку точно приживется. Поэтому более детально с информацией из этого видео вы можете ознакомиться в описании под этим роликом. А я же с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok